Агитационная кампания развернулась на оккупированной Луганщине. Боевики готовятся к называемому референдуму. Местным жителям стали раздавать бесплатные газеты. Открылась приемная так называемого общественного штаба референдума. А прохожих на улицах теперь останавливают кроме мобилизационных команд еще и агитаторы. Темы и нарративы оккупационных медиа разительно отличаются от того, о чем в реальности говорят жители Луганщины на кухнях и пишут в соцсетях. Вместо повальной мобилизации и облав на мужчин, долгов по зарплате и закрытия предприятий в СМИ царит пафос восстановления республики и трепетного ожидания референдума о присоединении к России. Пропаганда рисует картинку массовой поддержки вхождения оккупированной территории в Российскую Федерацию. Все граждане красного лучан 100% за Россию, за референдум. Парламентарии России и ЛНР совместно работают над тем, чтобы мирные жители больше не слышали разрывы снарядов. Вряд ли кто-то питает иллюзии насчет предстоящего голосования. Нигде в мире эта постановка признана не будет, если вообще оно состоится. Да и результат такого референдума известен заранее, учитывая многолетнюю риторику оккупационной администрации и ее умение внедрять результаты, плюс свежее назначение российских чиновников в Министерство ЛНР. Еще недавно многие жители Северо-Луганской области не были охвачены пророссийской пропагандой. Оккупационное телевидение и FM-радио группировок ЛНР распространились не везде, а местные газеты вообще в последнее время прекратили издаваться. И вот теперь информационный пробел, так сказать, восполнили. Одновременно более десятка газет ЛНР появились к началу августа. И это невосстановленные районки. Все издания выпускаются так называемым государственным унитарным предприятием Лугань-Медиа, и у них много общего. В названиях всех этих газет присутствует одно слово «Вестник». У них одинаковое шрифтовое оформление, что намекает на одну и ту же дизайнерскую студию, а дублируются не только многие темы публикаций, но и их содержание. Так везде вышли консультации о назначении республиканской пенсии по возрасту, носящие откровенно пропагандистский характер. Вышли абсолютно одинаковые сообщения о вступительной кампании в вузах на оккупированной территории. И, конечно же, подборка, озаглавленная «Есть вопрос о референдуме? Есть ответ!» Предприятие Лугань-Медиа было создано в начале прошлого года. Его возглавляла Светлана Мамонтова. Перед этим она руководила газетой «Жизнь Луганска» в оккупированном областном центре. Рассказывая о создании этой структуры, наша реальная газета уже сообщала, что это фактически еще один шаг к продвижению единой повестки дня на оккупированных территориях. В новых изданиях ни о какой прибыльности речь не идет. Задача такая не ставится, да и вообще нельзя назвать эти газеты «Медиа». Так как заведено во время предвыборных кампаний, эти газеты будут распространяться бесплатно, как листовки, во всяком случае до так называемого референдума. Хотя мотив сформулирован иначе, якобы с целью поддержки жителей освобожденных территорий. Лугань-Медиа заверяет, что, дескать, люди искренне рады печатному изданию, которое доносит, мол, правду и рассказывает о важных общественно-политических событиях. Не стесняясь пафоса, ее издатели пишут «Пришло время правды, ее ждали здесь все эти восемь лет». Заявленные тиражи газет по 3000 экземпляров. Себестоимость издания и распространения заоблачная. Однако картинка радостных читателей, якобы получивших источник достоверной информации, дорогого стоит. Этими радостными лицами легко можно будет потом объяснить 99-процентное голосование за присоединение к Российской Федерации, которое обязательно нарисуют оккупационные власти. Также по российскому образцу создана Общественная палата Народного совета ЛНР. Это орган, который призван имитировать голос народа. Его возглавляет известный Алексей Корякин. Он знаменит еще с 2014 года. Как сообщник первого главы ЛНР Валерия Болотова, они вместе брали СБУ. Правда, при следующем главе Плотницком он поначалу сохранил пост председателя Совета депутатов ЛНР. Однако после неудачной попытки ФСБ отстранить Плотницкого, был обвинен в заговоре и бежал в Россию. Корякин вернулся в Луганск спустя год, в 2017-м, после переворота, когда ФСБ взяло контроль над оккупированной территорией Луганщины и назначило гауляйтером Леонида Пасечника, бывшего офицера СБУ. С тех пор он получил должность при Народном совете, а затем и возглавил в 2019 году эту общественную палату. То есть, когда говорится об инициативе общественников ЛНР, правильнее назвать ее инициативой ФСБ. Именно так называемая общественная палата выступила с инициативой создать общественный же штаб референдума по вхождению Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Чем может заниматься такой штаб в принципе? Оказывается, вот чем. На регулярной основе в приемной дежурят активисты и представители общественных организаций, вошедших в состав общественного штаба референдума. Каждый гражданин может обратиться в приемную штаба с проблемными вопросами, все обращения принимаются в работу. Так рассказывает телеграм-канал ЧП Инцидент Луганск-З. Тут есть как минимум два удивительных момента. Первый. Какое отношение общественные организации вообще могут иметь к решению проблем граждан, ну например коммунальных, или к отсутствию выплат от республики за погибшего на фронте, или к мобилизации несовершеннолетнего, очень распространенные проблемы в Луганске, или к долгам по зарплате, которые в оккупированной территории Луганской области растут как снежный ком. И второй вопрос. А какое отношение эти, либо другие проблемы жителей оккупированных территорий могут иметь к собственно референдуму? Да, отчаявшиеся люди, которые не могут достучаться до оккупационной администрации, пойдут в эту приемную. И может быть кремлевские пропагандисты получат наглядную картинку так называемой народной поддержки. Дескать, люди идут в общественный штаб референдума, а здесь им обещают помочь. Все это, разумеется, будут транслировать на оккупационном телевидении, возможно, на всероссийском телевидении, и публиковать в упомянутых выше печатных вестниках, тиражом около 3000 экземпляров. В подготовке и проведении референдума на оккупированной территории планируется активно использовать молодежь и педагогов. Студентов будут привлекать в качестве агитаторов, а также задействовать в разного рода массовых мероприятиях и митингах. Педагоги же уже сейчас начали работать на предстоящий референдум. Так, 40-летний житель Луганска Владимир рассказал, что классная руководительница его сына-пятиклассника позвонила и сообщила, что в новом учебном году занятия будут идти про российской программе. Также она попросила заранее подтвердить, что он с женой придут голосовать на так называемый референдум. Сегодня все говорят о необходимости проведения референдума. И я убеждена, что все мои коллеги обязательно придут на участок и отдадут свой голос именно на референдуме о присоединении Луганской Народной Республики к Российской Федерации. Окупационная администрация считает одной из важнейших задач пропаганду среди молодежи и идеологическую обработку школьников. Именно с этим обычно связывают переход всей системы образования под контроль присланных из России чиновников. Как уже писала наша реальная газета, министром образования ЛНР назначен россиянин. Его зовут Иван Кусов. Это москвич, он в 2014 году переехал в Севастополь, а его заместителем стал бывший чиновник Минпросвещения России Петр Ишков. Так называемое Министерство культуры, молодежи и спорта в свою очередь прислали руководителя новосибирского регионального штаба молодой гвардии Единой России Валерия Носкова. И конечно же эти люди должны обеспечить участие молодежи и педагогов в проведении псевдореферендума. Ну куда же без админресурса на территории оккупированной Луганской области, правда? Сейчас основные усилия пропаганды оккупационной администрации сосредоточены на том, чтобы создать видимость активной поддержки народными массами предстоящего незаконного голосования и тем самым подготовить почву для попыток узаконить результаты, которые они объявят после так называемого референдума. Но вот есть одно большое НО. Сроки его проведения абсолютно неизвестны. Уже упомянутый Алексей Корякин говорит, что референдум стоит проводить только после полной оккупации Донецкой области. О возможности этого есть очень большие сомнения. Ну и какой может быть сейчас референдум, когда большинство мужчин воюют на передовой? Обязательно подписывайтесь на наш канал. Здесь мы говорим о том, что происходит на самом деле. С вами был Андрей Дегтяренко. Увидимся!